Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Дорогие друзья, программа «Концертный зал». Сегодня у нас в гостях тот человек, мне кажется, именем которого можно назвать какого-нибудь российского трансформера. Лигалайз. Да, как ты считаешь? Главное, не трансгендера. Трансформера в отряде Оптимуса Прайма. Да, МС Лигалайз здесь. У тебя была такая история в жизни, когда ты отправлялся жить в Конго. И в Праге ты жил, где-то еще, возможно. В Конго год целый, считай. Ты же не просто там жил, ты еще и делал-дел. То есть ты пел, ты там участвовал в группах различных. Это вообще постоянно со мной, где бы я ни оказался, в какой точке мира. Хип-хоп всегда со мной. Всегда меня настигает, как я не пытаюсь его бросить, оставить позади. Даже иногда никак, вообще без вариантов. Ну, скажи, наверняка все эти твои поездки, твои вот эти вот пробы, там, сотрудничество, они, конечно, дали тебе, безусловно, какие-то, ну, какую-то школу ты получил, да? Обязательно. Конечно же, творческому человеку нужно наблюдать за жизнью, за миром. И путешествия помогают, как ничто этому, чтобы посмотреть на многообразие этого мира замечательного, понаблюдать, понаблюдать за людьми. Люди вроде бы одни и те же. И, то есть, меняется антураж, меняется климат, национальность людей. А проблемы, и то, что их всех объединяет, не их, а нас, это все единое, и мне это важно. Мне нужно найти то, что нас объединяет, и вот в песнях как-то попробовать это все затронуть. Что нас объединяет с Конго, расскажи. Да, те же самые. Любят хорошо поесть, хотят быть сытыми, хотят, чтобы было тепло. Там с этим проще, чем у нас. Чем у нас, хотят быть любимыми, хотят любимых людей иметь вокруг. И, в общем-то, все то же самое. Но рэп французский и русский, а есть отличия явные какие-то? Есть, да, совсем другой язык, другая фонетика, другое произношение слов. Нужно было придумать определенную такую технику, чтобы на русском языке читать, потому что в английском языке американский же рэп в основном был. Там слова были короткие, а русские слова приходится разбивать на три слога. И при этом зато на каждый из трех слогов можно рифмовать. Здесь получается больше простора для рифмовки. Вот, а в принципе, даже в русском рэпе уже такой огромный спектр нельзя охарактеризовать рэп одним словом, русский рэп. Потому что русский даже рэп, он есть и такой, есть и другой. Есть громкий, тихий, грустный, веселый. Да, веселый рэп, хорошее определение. Слушай, ну, веселый рэп, да, это интересно. Глупый, умный, веселый рэп. Все-таки он такой серьезный жанр. Андрей, да ты скажи нам, пожалуйста, в ближайшее хотя бы время, там какое-то лет пять, ты не планируешь никуда отправиться так всерьез и надолго? Я планирую и мотаюсь все время. Только теперь можно очень легко, в общем, уехать и вернуться сразу же. То есть мне пара недель, мне теперь достаточно куда-нибудь летать. Чтобы сразу все просечь, понять, кто, что, как. На Кипр я полечу скоро, а, в Турции у нас два концерта будет, да. Вся информация где у тебя? В социальных сетях, да? В соцсетях, да. Страница ВКонтакте заработала, MC Legalize, и Инстаграм вот в основном. В принципе, я вот одну веду официальную страницу, это в Инстаграме, да. А дальше распространяется она уже с этой страницы. Пока MC у нас не улетел никуда, следующий трек сейчас в концертном зале. Никуда не денусь. Что у нас следующее на очереди по списку? Отряд. Вау, ну это классика. Песня называется «Первый отряд», одна из моих любимых. Поехали. Посвящение всем, кто нас сейчас слышит. Страна FM, Москва, Санкт-Петербург и вся страна. MC Legalize, ваш лига. Она меня ждет, и я вернусь. 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 Впервые не боюсь, спасибо, мама Ты родила сына, Москва, спасибо Какой белый снег, какой прозрачный лед Какой родной лес, где каждый звук живет Я никогда не видел такого неба И она ждет наша с тобой победа В тылу врага после сражения на привал израненный Наш первый отряд застрял Вдруг с прострельной ногой стонал всю ночь Брат, я с тобой, чем мне тебе помочь? Помнишь наш двор, помнишь, девчонок Помнишь мечты из старых кинопленок Теперь вот лес и кровь на гимнастерке Чтобы сестра училась на пятерке Бывало пострашнее, пусть не пугают Помнишь на звездном, как с мазуткой дрались Все наши разбежались, мы с тобой остались У тебя был фингала, я сломал палец Эх, деда, где твоя махорка? Сейчас не казалось бы такой горькой Мама ругала, что прогуливал уроки Через окно в кино или пироги у тетки Отцовская баранга и колени Помнишь, как искры выбивали кремнем? Седьмой ноября мы на параде играли Речи стали на параде Как примеряли дедовы награды Тогда еще не зная, зачем надо Нам только шалость и детская провада Они знали, что такое кругляда Она меня ждет, и я вернусь Она меня ждет, и я вернусь Да, мой друг уснул, что ему снится Сегодня сила пригодится Ведь дома мама, а за нами Русь Она меня ждет, и я вернусь Да, она меня ждет, и я вернусь Страна ФМ Впервые не боюсь Спасибо, мама Ты родила сына Москва, спасибо Какой белый снег, какой прозрачный лед Какой родной лес, где каждый звук живет Я никогда не видел такого неба И она ждет Наша с тобой победа Она меня ждет, и я вернусь Впервые не боюсь Спасибо, мама Ты родила сына Страна ФМ, спасибо Какой белый снег, какой прозрачный лед Какой родной лес, где каждый звук живет Я никогда не видел такого неба И она ждет Наша с тобой победа Наша с тобой победа Москва, спасибо Москва, спасибо Наша с тобой победа, страна FM! Наша с тобой победа! Наша с тобой победа! 13 апреля, друзья! Yota Space! Быть всем! Это однозначно, без вариантов вообще! Легалайз, концерт и зал, теле-радиоканал, страна FM! Ну, это очень сильная история, конечно! Слушайте, ну, вопрос у меня какой по поводу рэпа. Ребят, как вы умудряетесь столько текста запоминать? Вот, правда, это фантастика! Ну, обычная песня, да, какая-то там, с традиционной, там, трикуплетной. Бесконечными повторениями, в общем, это нормально. Да, припевы, всё. Как у вас это в голове всё? Как вот концерт Легалайза, да, 13-го числа? Сколько там будет треков, и как это... Приходится, конечно, вспоминать, репетировать, да, постоянно используются те песни только, которые в оперативной памяти заложены. Вот, но во время написания всё-таки есть, они не с потолка берутся, а есть определённая система продиктованная, диктующая следующую строчку. То есть она не просто так возникает, а мне... Предыдущая строчка мне позволяет даже представить, какая следующая строчка должна быть. А если я ещё вспомню, то вообще будет проще, вот. Но хотя, вот я наблюдаю часто, Вася Баста, вот, например, не обламывается и выходит с тетрадочкой на пипитре. Это очень, да, прикольно, вот, так даже подкупает чем-то. Но я люблю, конечно, когда они всё-таки в автоматизме, когда я не думаю о словах, а думаю только исключительно о посыле, о содержании слов. О правильной эмоции, вот это. И тогда вот здесь вот мурашки, потому что когда по тетрадке... Проживаю, проживаю, да. Мурашку сложно выпить. Когда погружаюсь в тот образ абсолютно театральный. Ну, как-то выучиваем. Как-то подчиняем. У меня, кстати, по сравнению с другими исполнителями, в общем-то, не так много песен. Я такой, я снайпер в этом смысле, я не пулемётчик. Я пишу редко, но метко. У тебя по сей день очень много спорт занимает времени в твоей жизни, да, тренировки? Обязательно. Ежедневно или как это сейчас происходит? Несколько раз в неделю по какому кратику? Стараюсь, да. Да, если нет тренировки, то есть концерт, который, в общем-то, можно сопоставить по затратам энергии. И как мы скачем и качаем зал, и сколько здесь требуется правильной дыхалки. Это карате или это тренажёрный зал просто? Или тайский бокс, что сейчас? Ой, я вообще с бойцовыми видами, конечно, дружу. Очень приятно, что ты знаешь мою биографию. Я из карате, я занимался в детстве очень усиленно, где-то с 8 до 17 лет я занимался прямо профессионально спортом. Карате — это больше, чем спорт. Это и философия здесь восточная. Мне нравится всё, что сопутствует восточным видам единоборств. Она учит, конечно, многому самосовершенствованию, уважению к своему делу, уважению к наставнику, уважению к сопернику даже. Но тебя очень уважают вот в этой бойцовской среде, если можно так выразиться. Надеюсь. Я был приятно удивлён, да, когда почти через 20 лет вернулся на родные, как блудный сын, вернулся в родной клуб. Что послужило поводом возвращения, расскажи. Что-то меня помнит. Стыд за то, что вот так вот оставил, предал надежды моего любимого сенсея Владимира Ильича Зорина, великого главного тренера Кудо России. Жарил ли ты сенсею диски? Он в курсе моих всех свершений, и он меня успокоил и сказал, что я продолжаю свой путь бойца. Просто его трансформировал. Трансформеры сегодня звучали. Вот это мудрость. Я каратист-трансформеры. Вот это мудрость. Я трансформировал в каратэ словами это всё, и основываясь на всех законах восточной философии, я продолжаю этот путь с уважением к своему делу и к жажде, к совершенствованию постоянному, которого достичь невозможно. То есть это постоянный путь, постоянный, постоянный, постоянный. Мы сейчас хотим достичь этажей. Философия на музыке. Да, одна из моих любимых песен с этого нового альбома, хотя они все, конечно же, по-своему любимые, но это важное. Я перепел в данном случае песню группы «Квартал». Артур Пелявин, её замечательный автор. Я общался с его дочкой, наследницей прав. Она ознакомливалась с материалом, с творчеством, с моим. То есть мне было это очень важно, и она разрешила эту песню исполнить. Я написал свои слова, а припев, который звучит, принадлежит группе «Квартал». Замечательно, и вы должны послушать. Я очень любил всегда эту песню и был счастлив, когда мне получилось сделать этот ремикс. И опять же, сегодня с нами не присутствует из-за того, что такой мини-формат «Анплакт» певица, которая поёт в моей версии этот припев, это замечательная Шаньяна, она же Татьяна Шаманина. Одна из лучших певиц, которая имеет просто потрясающий голос, «Триумфатор», шоу «Голос» вот этого, которое было совсем недавно. «Голос 5» же было у нас, она там просто порвала сцену. Привет, я огромное надеюсь, что она слушать сможет. Это Шаньяна, MC Legalize, с использованием музыки и мелодии группы «Квартал» на последнем этаже. Простите, пожалуйста, на секунду, прям ещё раз, я всё про Марио переживаю. Этаж последний, цель многих миссий. Ах, сколько в них пропало чистых, быть на последнем этаже. Я так стремился, но лифт умчался, из вида скрылся. На лифте с музыкой поднялся кто-то. Мне же бесконечные лестницы пролёты достались. В обмен на море пота и беззаветных восхождений годы. Работа, каждодневная проверка веры. Также злость от того, что там не буду первым, Которая в процессе пропадала. Ведь с лишним грузом добраться шансов мало. Я изменился, перестроил взгляды. За этот путь наверх свою оставил плату. Большую часть пути не верил, что там буду. И вот я здесь, и это ли не чудо? На последнем этаже, из раскрытых окон. Да, я на последнем этаже. Неземные голоса, как уставленя. Да, я на последнем этаже. Ты, а я лишь окон. Ощути в душе. Забери меня к себе, где нет пути назад. Идя наверх, я будто бы забыл, зачем сюда я шёл, потратив столько сил. Этаж последний, выше крыши. Кто-то здесь был, уже передо мной вышел. Обзор прекрасный, чётко видно далее. Вот только эхо громкое летает. И радости моей никто не разделяет. И телефон оставил ниже этажами. Достиг чего хотел, но что мне делать? Стремилась вверх душа. Добралось тело. Кого-то я забыл позвать с собой на дело. И вдруг о ней напомнили пустые стены. И я готов вернуться, отмазать те версты, Которые пройти было совсем не просто. Время вспять. Мне нечего терять уже без тебя. На последнем этаже. Да. На последнем этаже. Да. Из раскрытых окон. Я на последнем этаже. Неземные голоса. Страна Эфем. Как русская звенера. Прямой эфир. Да. Выш, выше, вверх, вверх. На последнем этаже. Ты, а я, не шокол. Эмсили Галайз. Ты эту высоту ощути в душе. Забери меня к себе. Мне нет пучи на все. Я снова здесь. Я шел сюда так долго. Немного знаю, из чего успех соткал. Из череды больших ночей бессонных. Прожить которые может лишь вера окрыленных. Из глаз влюбленных, что хранят веру. Что ты добьешься своего, чтоб ты не делал. И даже если трудно, нету денег. Важнее то, что душу вам обоим греет. Мы на последнем этаже, где ближе к солнцу. Я заберу тебя с собой, давай пройдемся. Мне высота такая не нужна, где нет тебя. Сюда подняться, мне помогал твой взгляд. Смотри, огни горят для нас только. Под нами люди, города и новостройки. Под нами жизнь, для нас уже другая. Я высоту эту дарю тебе, родная. На последнем этаже, где ближе к солнцу. Да, мы на последнем этаже. Мы земные голоса, как ростой зенят. Да, 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 да. Выпишись вверх, вверх. На последнем этаже, ты неишь, а я лишь фото. А, 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 а. Ты эту высоту ощути в душе. Забери меня к себе, я не пущу на все. Забери меня к себе. Это уже какие-то вещи, которые на уровне автоматизма и ощущений. Ну это такая твоя фишка, конечно, все, вот она стандартная. Рвется наружу, да, вот этот крик. Я себя сдерживаю во время читки текста, чтобы все слова были понятны. Да, конечно. Но под конец уже, когда можно уже в конце песни подражать. Где ты это вычерпаешь, Андрей? Ой-ой-ой. И ведь тратится очень много на концертах, быть здоровым. В самой жизни. Вот вы такие замечательные. Спасибо. Такие дружественные. Такие дружественные. Нужно заниматься желательно тем, что любишь. Не предавать. Это важная составляющая счастливой жизни. Свою страсть, свои мечты. Стараться бороться со всеми сложностями. Не расставаться с людьми близкими. Нужно сначала разобраться, наверное, что важно в этой жизни. А потом за это держаться крепко-крепко-крепко. Зайди себя. Именно это меня и питает. Друзья рядом. Вот подписчики замечательные. Они же друзья. Прекрасные. Моя семья. Только хорошими людьми себя окружайте. И не бойтесь людей негативных, в общем-то, списывать. И не бойтесь им отвечать такой же грубостью. То есть добро должно быть с кулаками. Будьте добрые. Но вот этих вот всех гадов всех отшивайте. Оставляйте вообще позади. Пусть они там лают. А караванка пусть идет. У тебя когда-нибудь были мысли стать, например, военным? Честно говоря, нет. Наверное, немножко не мобил. Я, конечно, в строю не шагаю. В строю я не шагаю. Только командовать надо, конечно, парадом. Да, я вот не зря упомянул. Мне очень нравится. Я очень уважаю, конечно, военных. Их дисциплину. Их верность долгу, слову. Их вот это безоговорочное подчинение старшему. Ну, слушай, как в карате. В какой-то степени, да. Но здесь я скорее вот снайпер, если сравнивать, это сегодня прозвучало. Он такой, он один, он выбирает себе цель, он ее может выбирать очень долго. Зато когда он один раз выстрелил, это стоит вообще целой действий, целой армии. Но вот эта песня «Укрой», это же выстрел очень мощный. Да, это очень хорошая песня. Поксевский парад. Давай сейчас прям к ней перейдем. Да, это одна из моих любимых. Какая у меня нелюбимая песня на альбоме, спросите меня. А у нас спросите, какая. И такой тоже нет. Песню «Укрой». Конечно же, она в основном посвящается вам, прекрасным, красивым. Ну и скажи, пожалуйста, та, которой она реально посвящена, слушает, смотрит. Жена. Мы говорим про супругу. Я надеюсь, что в записи она услышит, да, конечно же. Ну, конечно же, она слышала эту песню. Сказала Андрюша, да? Ну, нам, знаете, тут уже такой уровень отношений, что даже слов не надо. В общем, да. Посвящение всем людям, способным на серьезные чувства. Я посвятил эту песню жене, но, конечно же, она посвящается всем, кто любит, любим, ждет таких слов или такие слова хочет сказать. Песню «Укрой». Посвящение жене моей любимой Легалась на стороне FM Тебе, одной, моей, единственной От любой нужды и горя я тебя укрою Я пообещал однажды, это не было игрою Ты по-прежнему одна, кто для меня так много стоит Кому я возвращаюсь все время после боя За место в жизни в этом городе героев Тут бывает и непросто, да, но я всегда с тобою Я твой воин, оберегать тебя настроен Без выходных, без пауз, без простоев От любой нужды и горя, от всех ненасти, от тоски и грусти Защищаем наше счастье И это требует взаимного участия Построить лучший мир лишь только в нашей власти В твоих глазах я, как и раньше, вижу море бездонное И еще более родное Рыцарское сердце тебе вручено моей рукой И предназначение не нужно мне другое От любой нужды и горя я тебя укрою Если надо, от любых невзгод стану стеною Да, наши руки Страна ФМ От любой нужды и горя я тебя укрою Держи мою руку и будь всегда со мною От любой нужды и горя, даже если мы в ссоре Оберегать обязаны, иначе чего же я стою Мелкие споры, не новость для нашей истории Здорово, что мы приходим к тому, что это пустое Нам никогда не обещали, что все будет просто Но вместе мы преодолеем эти перекрестки Взаимной чуткостью решим вопросы Вершим поступки взрослых, хоть в душе подростки И твоя мудрость меня часто удивляет Чувствуешь вещи, до которых я не догоняю Ненужный пыл во мне словами остужаешь И зажигаешь искру, если вдруг сникаем Мы с тобою среди стихии и островки Мост между нами, наши две руки Твоя ладонь всегда в моей ладони И пока держимся, я обещаю, не потонем От любой нужды и горя я тебя укрою Если надо, от любых невзгод стану стеною Друзья, вы здесь? А ну кричим у приемников От любой нужды и горя я тебя укрою Держи мою руку и будь всегда со мною Мы с тобою среди толпы двое В людском огромном море смотримся особенно Друг друга чувствуем, когда разделены стено Как два устройства на одну волну настроены Связаны больше, чем судьбой Мы с тобой законом космоса, магнитным полем Как гравитация особая луны с землею Не страшен астероид нашим траекториям Всех победим, всех переборем Мы с тобой смешные трудности, заботы будут пройдены Друг с другом неразрывный, как зима с весной Рукой создатели лишь друг для друга скроены Островы счастья, Робинзоны Мы с тобой свой город строим Из песка и солнца Мне среди холода тепло, рядом с тобой Ты-то одна лишь за кого буду бороться От любой нужды и горя я тебя укрою Если надо, от любых невзгод стану стеною Друзья, вы здесь? Шума! Руки вверх! От любой нужды и горя я тебя укрою Держи мою руку и будь всегда со мною Тебе одной, моей, единственной Москва, Санкт-Петербург и вся страна Страна ФМ, прямой эфир, легалайс Тебе одной, моей, единственной Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Друзья, я очень надеюсь, что вы сейчас слушатели Ну, слушали нас, но лучше все-таки Чтобы мы не смотрели Потому что У нас подключился Марио, который добрался И показал, что он не зря приехал И в любой момент может включиться В маске, в шляпе, в цилиндре Ну, очень круто А что же будет тогда на концерте? 13 апреля в Yota Space Да, в его подчинении около 60 танцоров и танцовщиц Мастерские, которыми он управляет и готовит классное шоу Это будут не такие танцы, знаете, попсовые, как, да Это рэп, это серьезная история, конечно Да, это будет такое сочетание театра, рэпа, балета 13 апреля будет 60 танцовщиц и танцовщиков? Не исключено Может быть, они не сразу все на сцене сажат Будет как-то меняться состав Фантастика Да, те, кто нас смотрит, вот сейчас могли видеть Марио Форелли Он сам как 60 Очень круто, конечно, это правда, да Человек в маске, такое, мое альтер-эго Скажи, это тебе вот пришло в голову, такая идея, кто-то посоветовал Потому что очень необычно, особенно, мне кажется, для рэпа-исполнения, для хип-хопа Это нас вела судьба Иди скажи хоть поздоровайся с радиослушателями Скажи привет хотим И зрители, бонжу Подожди, ты по-итальянски же должен Каман Сова Тогда так Граци, граци Легенда Вау, вау, от легенды слышу, слышь ты Слышь ты легендарный Микрофон говори Хип-хоп, если вы знаете, это танец, это граффити И это вот этот парень Вау Это да, это мы знаем, конечно Ты просто пропустил ту часть, когда как раз мы пели хвалебную оду в честь Дима Николаевна Когда ты познакомился Судьба нас свела на одном из мероприятий Где это было? В Петрозаводске, в Карелии Да, я увидел его выступление А я туда приехал один Без группы Меня очень там быстро Как-то срочно Выдернули туда И поэтому я к нему подошел И сказал Слушай, а вот у меня сейчас будет выступление В конце этого Конкурса Мероприятие Можно, чтобы вы со мной вышли Немножко поддержали Чтобы это было И они влились в мое выступление Органично Моментально Сразу сообразили Быстро с телефонов Эту песню послушали И все Вышли И уже готовый Поставленный танец Этот человек Какие-то рекорды ставит При мне он за три минуты Поставил замечательный Концертный И театральный номер Вот И с тех пор Вот мы Не разлей вода Вместе двигаемся Его замечательная школа Называется Империум Скажи, на каком сайте Записаться можно в твою школу? Да, да, конечно У нас эксклюзивно, конечно Мы не все берем Да Я Серьезно, очень сложно Я, оказывается, да Раскрыл карты И это все Мы отдельно У нас система такая У нас сразу результат То есть мы не обучаем так долго Как это там В шоу-балете Тодес Любых других шоу-балетов Никакого дизреспекта Шоу-балету Тодес И другим балетам Но Но их ниша занята И мы стараемся делать что-то другое Мы пытаемся найти Ребят талантливых Таких уличных Креативных Сейчас такие возможно Нас смотрят и слушают Вот именно такая Так, что? Ну, это вообще Потрясающе Да, следите за моими сетями Я буду все время анонсировать Его школа называется Империум Или балет Марио Форелли Вот такие позывные Как звучит красиво Очень красиво Балет Марио Форелли Вы помнили школа Леголайза Школа рэпа Что-нибудь такое Моя школа Это вот мои песни Слушайте и учитесь на мне, детки Меня часто спрашивают Продюсируете ли вы Исполнители И продюсирую Да, исполнители Леголайза Вот этого исполнителя Это мой главный ученик Он же снайпер Я чувствую по-прежнему Самый большой потенциал Поэтому изо всех Вообще дрессирую Продюсирую Тренирую Готовлю, тренирую всегда Андрей, но ведь ты же Не только исполнитель Рэп-произведений Ты же еще и актер С недавнего времени Ой, ну давайте все-таки Не будем такими громкими Пользоваться эпитетами Актер я, конечно, очень в кавычках Эпизодический То есть я могу в качестве камео Поучаствовать Я обожаю кино Очень хочу в нем как-то себя проявить В основном В актурный парень Почему нет? Да, мечтаю Всем режиссерам Всем знакомым Передаю постоянно Чтобы они поставили себе галочку Ты в сериале сыграл? Не раз, да Я появлялся в сериале По-моему, в каких-то фильмах С кино Я в основном связан Через саундтреки Много саундтреков написал Появлялся в сериалах Да, в прошлом году Несколько сериалов вышло Ну таких достаточно эпизодических В основном играл себя Как ни удивительно Сериал с Нагиевым Два отца, два сына Замечательный Очень, очень забавный Потом Светофоровый Такой классный сериал Ну мы тебя ждем В общем на экранах Надеюсь теперь еще и больших страны У нас просто очень мало времени осталось Расскажи, пожалуйста, немножко Про свой вот неотъемлемый Атрибут Про свой кольцо Про свой потрясающий совершенно перстень Пирамида Правильно я говорю? Перстень абсолютно прирос Да, к моему пальцу Это девочка-стилист Которая одевала Всех для моего клипа Караван Она где-то его приобрела Как часть моего образа И с тех пор Вот он как сел Ты не расстаешься с ним Как сел мне на палец Да, так и врос Слушай, он немножко и кастет такой получается Чуть-чуть Чуть-чуть, да Ты не разбирался Вот в этой символике Которая на нем изображена Что это? Нет, не пытался? Я какие-то оккультные не вкладываю сюда У меня на подбородке татуировка в виде пирамиды Это же стрелка вверх Это мой личный знак Это же буква Л, как легалайз Вот такой просто мой личный знак А еще эти все штуки отпугивают людей Которые боятся вот этих мистических всяких штук Пусть думают, что я из какого-нибудь Без огон легалайза Пусть думают, что я из какого-нибудь секретного ордена Нет, это просто стиль Личный стиль Ну классно Очень красиво Интуитивно иногда выбираем У нас сейчас финальная песня Да Очень важная песня Надеюсь, что не прикроет ваш канал Потому что она немножко связана с Мы тоже надеемся С сложным политическим моментом Но она должна прозвучать Песня называется «Сердечко» Очень важная для меня С моего альбома, который называется «Живой» 13 апреля жду всех вас на презентации этого альбома В Москве, в большом комфортном зале Yota Space Поехали Очень волнуюсь Это важная песня Поехали Пусть сердечко от злобы постынет Боль развеют Словами простыми Странное время Странное время Не думал недавно Что застану военное время Когда линия фронта Вернулась внезапно Когда в нас питают Ненависть зверя Когда только вчера вы общались С человеком на мирные темы А сегодня враги Будто с цепи сорвались В череде обвинений Взаимных истерик Когда вдруг вся страна поделилась На своих и чужих в одночасье Когда те, с кем учились, играли Росли почему-то велению Больше не братья Когда мне говорят ненавидеть Наше общее прошлое вместе Когда нам предлагают из сердца стереть Наше общее доброе детство Когда больше не видим глазами Когда видим агитки плаката Когда здравый смысл любой потеряли И брат ополчился на брата Потому что кому-то так надо Чтобы кто-то срубил больше денег Подумаешь, смерть еще сотни детей Историю они не изменят Что с нами случилось так быстро И кто нажимает на кнопки Может мы сами в пути потерялись Пора совершить остановку Водуматься, если не поздно И если не поздно вернуться А если все это сон и кошмар То самое время проснуться Пусть сердечко От злобы Остынет Боль развеют Странное время Страшное время А было ли когда-то время другое Когда они пытались разрушить, сломать Мы что-то близкое и дорогое Ведь мы так быстры в обвинениях В своих же ошибках, проблемах Кого-то другого Совсем не себя И яростно требуем их искупление Думаем, это все сразу решит И вот мы тогда заживем по-другому Отрезав белой половину души Самообман словно кома И сроется строем солдата Слепые гранаты взрывают невинных Могли ли представить мы только вчера Что будем участвовать в этих картинах Поделены наполовину По горло наполнены болью и страхом Странное время, страшное время Зависит от нас, лишь каким будет завтра Это не фильм и не телек ни разу А что ни на есть живая реальность Мы не успели заметить, понять Как быстро мы в ней оказались Как что-то мы все потеряли То самое хрупкое и дорогое Может быть просто, чтобы узнать Куда заходить нам не стоит Чтобы увидеть, где эта черта И помнить о ней беспрестанно Чтобы понять, как близко война И как болеть будут раны Пусть сердечко от злобы остынет Боль развеют словами простыми Давай отмотаем обратно Все наши ошибки и злобов Закрутим в обратную сторону Хоть ненадолго сбившийся глобус Летят во своясь и осколки Из ран, как птицы весной Люди домой возвращаются Поднявшись идут привычной тропой Люди добреют разительно Стирают краску с плакатов Шум отключают транзисторов Ярость вещающих от депутатов Шум от пожара рассеялся Начал опять побеждать свежий воздух Дети играют снова друг с другом Запретов не слыша от взрослых Школы обратно построились Сами кирпич за кирпичиком В небе без выстрелов песни-картечи Сменяются песнями птичьими Все, глобус пора останавливать И запускать Но теперь в нужном русле Где мы не католики, не православные Не украинцы, не русские А добрые люди, во-первых Считаемся с общими вдруг интересами Не слышим тех, кто нас программирует Ссорит военными пьесами Давайте со взглядами трезвыми Советуйте, чтоб я заткнулся Я знаю, что это наивнейший сон Но грустно как-то проснуться Пусть сердечко от злобы остынет Боль развеют словами простыми Спасибо, друзья! МС Леголась Был в прямом эфире Живой концерт На страна FM Марио Форелли мне помогал Для тех, кто нас видит Смотрит на телеэкрана МС Седой рядом со мной Мой боевой товарищ 13 апреля ждем вас Йота Спейс Москва На большой концерт Новый альбом живой На всех интернет-площадках Да Ух Вау Да Я не поняла, как прошел час До мурашек Спасибо огромное Леголайз Концертный зал Телерадиоканал Андрей Меншиков Прекрасно